Доброго времени суток! Продолжаем изучать Эйншпиль и в этом блоке будет больше всего теоретических окончаний и нужно отметить, что, наверное, если вы эти окончания сможете изучить, то ничто не будет на препятствиях к получению звания мастера спорта. Ну, в принципе, давайте начнем перечислять данные окончания. Начнем, пожалуй, с пешечных. Эйншпиль номер 53. 3х3 на фланге. Защитная операция слабейшей стороны по нахождению пата. Такая теоретическая крепость, можно даже сказать. Идем дальше. Эйншпиль номер 54. Правило плавающего квадрата. Это сложнее, чем правило квадрата и его следует знать также. Эйншпиль номер 55. Правило Бера. В принципе, очень важное окончание, когда у слабейшей и у сильнейшей стороны пешка и у сильнейшей стороны еще где-то пешка, где-то стоят короли. И надо знать зоны победные для сильнейшей стороны и ничей, но до слабейшей. Очень важное окончание и очень часто все решает один темп. Ну и теперь переходим к следующему типу окончаний. Эйншпиль номер 56. Ферзь против пешек Ж и Аш. Здесь дополнительные патовые идеи есть. У слабейшей стороны, например, представьте, что здесь король стоит на А6, черный ферзь стоит на Ф7 и белый играет уже 8 ферзь, вынуждая пат. Нужно знать опять-таки зоны для сильнейшей стороны, где должен находиться король, чтобы была при этом победа. В принципе, достаточно полезное окончание. Эйншпиль номер 57. Ферзь против води. Защита по второму ряду. Защитная техника за слабейшую сторону. Техника пробивания данной защиты за сильнейшую сторону. Эйншпиль номер 58. Ферзь против води. Защита по третьей линии. Опять-таки, метод защиты за слабейшую сторону. Метод пробивания защиты за сильнейшую сторону. Ну, то, что касается позиции Фелидора, она была разобрана в предыдущем блоке. Если вы действительно хотите повысить свое мастерство Эйншпиля, надо учить, я думаю, данное окончание по двум этапам. Сначала простейшая позиция Фелидора, затем эти две важных защитных схемы за слабейшую сторону. Ну, что ж, переходим к следующему виду окончаний. И это окончание. Ферзь против води и пешки. Эйншпиль номер 59. Ферзь против води и пешки. Пешка сдвинута с седьмого ряда и не находится на линии коневой или водейной. Метод выигрыша за сильнейшую сторону. Эйншпиль номер 60. Пешка находится на седьмом ряду. Защитный метод за слабейшую сторону, если король не пересек шестую горизонталь. Выигрывающий метод за сильнейшую сторону, если король смог пересечь шестую горизонталь. Эйншпиль номер 61. Ладья находится за пешкой. Король блокирует проходную пешку. Когда сильнейшая сторона может выиграть, когда нет. Ну, в принципе, это то, что касается данного типа окончаний. Именно, когда только у сильнейшей стороны является в наличии ферзь. Усложним данное окончание. Эйншпиль номер 62. Ферзь и пешка G против води и пешки F. Выигрывающий метод за сильнейшую сторону. Эйншпиль номер 63. Пешка G7 против пешки H. Как ни странно, является ничейным. И метод защиты за слабейшую сторону. Эйншпиль номер 64. Ферзь и пешка F против пешки G7 и води. Ну, это окончание как раз уже выигрывается. Для сильнейшей стороны нужно знать метод выигрыша. Эйншпиль номер 65. Пешка с сильнейшей стороны H. Пешка с слабейшей стороны F7. И как ни странно, это также ничья. Здесь имеют место патовые идеи. В принципе, это все то, что касается окончаний. Ферзь плюс пешка против води плюс пешки. Это окончание немного усложненное. И, возможно, не заслуживает такого огромного внимания. Может, его стоило вынести в следующий блок. Все эти окончания. Но они не настолько сложны, поверьте мне. Ну, и переходим к следующему блоку Эйншпилей. Эйншпиль номер 66. Ферзь против ферзя и пешки с пешкой G. Сюда же можно отнести с пешкой крайней, водейной. Конечно, данное окончание с пешкой H намного проще завершается в ничью. Я не знаю, куда его отнести. Поэтому это будет под развидностью данного окончания с пешкой G. Здесь слабейшая сторона делает ничью. И короля надо ввести в угол А7, А8, Б7, Б8, как в данной позиции. И причем очень аккуратно шаховать, чтобы ферзи не попали под ростмен. В общем, очень сложное окончание для защиты. Я крайне советую изучить его. Оно может пригодиться в практической партии. Эйншпиль номер 67. В принципе, его можно было в предыдущий блок окончания ввести. Ну, имеется в виду ладья и слон против ладьи. Защита Кохрена, как показано на диаграмме. То есть, ладья становится за слоном. Если король идет в одну сторону, белый, например, сейчас на Е5, черный король идет на H3 и наоборот. В принципе, это основная защитная позиция за слабейшую сторону. И, возможно, ее знание необходимо раньше, чем данный уровень. И я незаслуженно занес его сюда. Но я просто не хотел разделять все данное окончание на несколько частей. Эйншпиль номер 68. Защита по второму ряду. Это, конечно, чуть сложнее, чем защита Кохрена. Но это тоже стоит знать. Эйншпиль номер 69. Столь сочное число я добрал как раз под позицию Фелидора в окончании ладья и слон против ладьи. В принципе, считаю, что до уровня мастера даже не стоит пытаться понять это окончание. Просто вы потратите много времени и сил, и они уйдут зря. Ну и это окончание также имеет дополнительную одну позицию. Она будет рассмотрена в следующем блоке. А пока переносимся к следующему типу окончания. Эйншпиль номер 70. Ладья и пешка. Аж против слона. Причем пешка аж пересекла середину доски. Ничейный метод за слабейшую сторону. Видите, я это видео снял и рассказал выигрывающий метод за сильнейшую сторону. И ничего за слабейшую. Но играли кандидаты в мастера спорта эту партию. Сейчас же я отнес это к теме окончания полезной для кандидатов в мастера-мастеров спорта. Так что, возможно, я зря критиковал этих шахматиста, игравшего за слабейшую сторону. Возможно, то, что он проиграл эту одну конкретную партию, сподвигнет его как раз на изучение этих окончаний. И усилит его игру в целом. Эйншпиль номер 71. Ладья и пешка против слона и пешки. Пешки находятся на той же самой вертикали. Ничейный метод. Ну, недавно было сразу несколько окончаний в прошлом году подобных. И слабейшая сторона неизменно проигрывала. Все-таки видим, что даже сильные мастера спорта и гроссмейстеры не совсем разбираются в этом окончании. Ну что ж, следующее окончание. Эйншпиль номер 72. Ладья против коня у каждых сторон по пешке, стоящей на одной вертикали. Ничейные позиции. Эйншпиль номер 73. То же самое, что предыдущие, но уже пешки расположены на других вертикалях. И сильнейшая сторона выигрывает. Как различать эти два типа окончаний? Ну что ж, это достаточно непросто. Перейдем к следующему типу окончаний. Эйншпиль номер 74. Слон и пешка H при углу цвета слона против пешки H. Пешки расположены произвольным образом. И слон, король и король слабейшей стороны расположены произвольным образом. И так называемая линия Раузера. То есть зона ничейная для слабейшей стороны, где должен находиться ее король. И выигрывающая зона за сильнейшую сторону. В принципе, очень полезное окончание на моих глазах. В турнире с нормой международного мастера. Слабейшая сторона не смогла разобраться в данном окончании. Ну, как дополнительно еще была пешка G5. Что немного затрудняет. Сложняет окончание. Тем не менее, слабейшая сторона не разобралась и проиграла. Нужно знать, это оказывается правого Раузера. Ну что ж, достаточно сложное окончание. Переходим к следующим. Следующее окончание. Слон против слона и пешки. Слоны одного цвета. Эншпиль номер 75. Выигрышная позиция Санторини номер 1. Эншпиль номер 76. То есть, позиция Санториния с пешкой на B7. Которая является тоже выигрышной до сильнейшей стороны. И Эншпиль номер 77. Тоже правило Санториния. Пешка на сильнейшей стороны на F7. Король на G8. Либо Е8. Слабейшая сторона на G6. Либо на Е6. Здесь также сильнейшая сторона выигрывает. В принципе, эти три теоретических окончания обязательны для знания. И, в принципе, они чуть более сложны, чем то окончание, которое было разобрано в предыдущем блоке. Ну что ж, переходим к следующему блоку окончаний. Эншпиль номер 78. В принципе, одно из окончаний, которое дало возможность мне записать это видео. Я просто увидел недавнюю партию с Кубка мира среди женщин. Где украинка Наталья Букса, чемпионка мира среди девушек до 20 лет, проиграл это окончание. В принципе, не одна-одна. Я тоже это окончание проигрывал в классику Николаю Бортнику. Это было достаточно давно, в 2009 году. Я был расстроен, потому что думал, что я один такой. Потом оказалось, что Юдит Полхар проигрывала Гарри Каспарова. В принципе, краткая суть данного окончания. Можно сказать, если король с убежьей стороны уже находится на корею доски, нужно достаточно аккуратно защищаться. Если же короля так далеко не снили, то защита достаточно проста. Ну что ж, переходим к следующему типу окончаний. Ближайшие три окончания будут посвящены нестандартному материалу. Эншпиль номер 79. Ферзь против двух коней. Как ни странно, слабейшая сторона делает ничью, причем достаточно просто. Эншпиль номер 80. Ферзь против двух слонов. Когда я разбирал мою партию, и там был вариант перехода в данное окончание, во время партии я считал, что это достаточно простая ничья, но оказалось за тем, что у слабейшей стороны всего одна ничейная крепость, которая изображена на диаграмме. В остальных случаях сильнейшая сторона выигрывает. Достаточно получительное окончание так же. Эншпиль номер 81. Ферзь против слона и коня. На диаграмме проведена ничейная крепость за слабейшую сторону. Ну, это то, что касается окончания с нестандартным соотношением материала. Переходим к следующим. Эншпиль номер 82. Водя против пешек. Ничейный метод борьбы с пешкой. Когда пешка дошла до второго ряда, одна вторая ее защищает. Как делать ничью за слабейшую сторону. Эншпиль номер 83. Водя против трех пешек. Да, и такое бывает. Причем, водя находится со стороны пешек. Она может находиться и позади пешек. Это будет отдельное окончание. Ну, и, собственно, в позиции на диаграмме слабейшая сторона может удержать ничью. Достаточно сложное окончание. Поэтому я вынес его рассмотрение в данный блок. Ну, и теперь наше любимое лодейное окончание. Эншпиль номер 84. Позиция ванчура. Причем, давайте сразу начнем с усложненной версии. Добавим сильнейшей стороне также пешку аж и защитный метод за слабейшую сторону. Эншпиль номер 85. Водя и пешка против лоди. Пешка не пересекла середину доски. И пешка D. Как ни странно, несмотря на то, что король слабейшей стороны отрезан по шестой линии, это все равно является ничьей. Но нужно знать защитный метод за слабейшую сторону. Эншпиль номер 86. Окончание с пешками F и G против пешки H. Защитный метод за слабейшую сторону. Эншпиль номер 87. Водя и пешки G и H против лоди. Ничейная крепость. А также позиции, где эти пешки дают победу сильнейшей стороны. Достаточно сложное также окончание. Здесь можно король быть отрезан по-разному. В данном примере, например, ничья. Может быть пример, там где король, допустим, отрезан по второму рядов. В общем, очень сложное окончание, которое желательно разобрать во всех подробностях. Ну и переходим к трем окончаниям, которые я уже разбирал на своем канале, сделав два видео на эту тему. Эншпиль номер 88. Все эти три окончания относятся к теме 3 на 3 на фланге с пешкой А. Сильнейшей стороны, вводя, находятся позади пешки. И данное окончание, классическая партия Онцикер-Ундин. Метод выигрыша за сильнейшую сторону, если король находится на F5. Эншпиль номер 89. Позиция Конторовича Штекнера. Собственно, то, что я разбирал в протяжении двух видео. А именно, выигрывающий метод за сильнейшую сторону, если в данной позиции черные ударят, вводя бьет F2. А также нечаянный метод, который был найден достаточно недавно за слабейшую сторону. Ну и последнее в данном блоке. Позиция Эншпиль номер 90. Защитный метод Даутова. Я его не разбирал. Просто скажу, что это ход G5. Либо вводя опять. В общем, эти хода ведут к ничье. В общем, методы защиты за слабейшую сторону в данной позиции, если ход черных. Ну что ж. Считаю, что все данные окончания очень полезны для уровня КМС-Мастер Спорта. Да, безусловно, добиться звания Мастера Спорта можно даже не изучив часть из этих окончаний. Но большинство из них крайне вероятно может встретиться в ваших партиях. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. С вами был MVP. Продолжение следует.